Привет! Давно не виделись, правда? Я думаю, по вот этим словам ты уже понял, о чем сегодня пойдет речь. Древний Египет. Я думаю, это очевидно, что земли Египта были не особо пригодны для жизни, потому что это пустынная зона. Но благодаря реке Нил вся ситуация в корне поменялась. Как это произошло? Вот так. Из-за сильных дождей, а также из-за таяния ледников в Центральной Африке, Нил постоянно выходил из своих берегов. И вот когда ситуация такая происходила, он смывал с земли различные сгнившие растения, грязь и так далее. И благодаря этому почва облагораживалась и становилась плодородной. И таким образом в IV тысячелетии до н.э. Египет стал процветать. В IV тысячелетии до н.э. в Египте появились малые государства, которые постоянно воевали между собой. В результате у берегов Нила появились два крупных государства. Один из царей подчинил себе север, а другой юг. Столицей Южного Царства Египта был город Небуд, а столицей Северного Царства город Бехдет. Также существовали различия и в коронах, которые носили фараоны. Фараоны – это самые главные люди в государстве Египта. Для фараонов были характерны. В Верхнем Египте корона белого цвета – хеджет, в Нижнем Египте красного – дешрет. А затем, когда государства объединились, корона получилась бело-красного цвета – пшент. Образование Централизованного государства произошло в 3000 году до н.э., когда правитель Южного государства подчинил себе Северное. С XVI века царей стали называть фараонами. Считается, что первым фараоном являлся Минес или Мина, а самая первая столица – это Мемфис. Самым главным, как я уже сказала до этого, был фараон. Затем шли и после него придворные, сборщики налогов, судьи, правители провинции, военачальники и т.д. Также были вельможи, которыми становились родственники или друзья фараона. С ословием вельмож относились царские советники, судьи, военачальники и другие. Также были стражники и посыльные, которые охраняли скот, посевы и дома вельмож. Были рабы, крестьяне и т.д. Государство стало стремительно развиваться, и численность населения, естественно, стала расти. Но тогда стала ощущаться нехватка земель. Поэтому с этой целью и организовывали различные завоевательные походы. Одним из первых стал совершать такие походы фараон Джосер. Во время этих походов Египет расширил торговые связи на юге с Нубей и Пунтом. В XVI веке до н.э. фараон-женщина Хадшепсуд организовала в страну Пунт Большой Поход, а чтобы доставить всю богатую захваченную добычу, был построен Большой Морской Флот. Завоевательные походы особенно процветали во время правления фараона Тутмоса III. 1525-1491. Во время его царствования Египет только против Сирии организовывал военные походы аж 17 раз. В итоге Вавилон, Осирия и Хетское государство были вынуждены платить Египту дань. В Египте люди занимались скотоводством, земледелием, например, крупная растительная система была создана в оазисе Фаюм, с садоводством, они освоили способы лития и ковки металлов, из глины и папируса производили необходимые вещи, художественное ремесло, ювелирное дело, торговля. Все это было очень хорошо развито. Пирамиды. Символ Египта и одно из чудес света. Самая первая пирамида была построена для фараона Джосера. Самая высокая пирамида была построена в 2600 году до нашей эры для фараона Хеопса. Тела фараонов не лежали просто в пустой пирамиде, украшенной золотом или еще чем-то. Они еще были помещены в гробницу. Многие такие гробницы были разграблены, потому что там были украшения, различные богатства и так далее. Но одна гробница оставалась нетронутой. Это была гробница Тутанхамона. Он правил страной с 9 лет. С 1332 по 1323 года до нашей эры. Храмы. В крупных городах Египта были построены различные храмы. Но самым известным являлся храм Фивах. Религиозные верования. Люди поклонялись множеству богов. Например, нут, небо, геба, земля, амонра, солнце и так далее. Также в 4 тысячелетии до нашей эры в Египте стали процветать различные отрасли науки. Например, процветала письменность, те же самые иероглифы. Их число было около 750. Развивалась медицина, арифметика, астрономия. Они придумали как раз-таки делить год на 12 месяцев и 365 дней. Итак, видео на этом заканчивается. Мне будет очень приятно, если ты оставишь свою обратную связь в комментариях, а также поделишься этим видео с теми, кому оно необходимо. Большое спасибо, пока! Субтитры подогнал «Симон»!